Я здесь в этой связи хотел бы расставить точки над «и», чтобы мы мыслили ясно и четко, чтобы мы не обманывались, чтобы мы не топтались на месте. И в качестве примера я хотел бы привести группу кандидатов в депутаты Мухтара Тайжана, Распека Сарсимбаева, брата покойного Аутенбека Сарсимбаева и других. Но и в развитии этого я хотел бы, я не случайно упомянул Мухтара Тайжана и Распека Сарсимбаева. Ухтара Тайжана, Распека Сарсимбаев, Распека Сарсимбаева, Распека Сарсимбаева они как обычно собрались выразили протест выходили кучей говорили мы не согласны и так далее что дальше уважаемые протестующие не согласны что дальше вы подойти суд вы проиграете что дальше вы напишите петицию кому такая вы который является организатором этих подделок что дальше затем вы говорите что 28 числа вы должны собраться закрытое помещение решить о проведении митинга вы подадите заявку или уведомление на проведение митинга вам режим откажет что дальше я вот сейчас используя трибуну хочу обратиться мутару джану в сентябре они создали вместе с булатом а белыми с другими в частности и респект был сер симбай создали коалицию неких демократических сил заявили что у них какие-то требования чтобы был свободный доступ на выборы президента если их требует не будет исполнены они приложат все усилия для того чтобы вывести людей на митинги в итоге что оказалось коротко пшик потому что все это заключилось тем что ну тайжан просто сказал что мы подали уведомление я предложил все усилия власть нам отказала влад абилов занимается неким фондом который хочет возвратить капиталы и по англии еще куда-то куда там куда ездить он под носом сидит назарбаев кулебаев если власть действительно настроена вернуть капиталы просто арестовали их и все там обвинение выше крыши что называется бери активы внутри страны половина актив как минимум то есть это имитация деятельности извините друзья да и в этой связи я хотел бы снова задать вопрос тайжану респекту что дальше вы подадите уведомление вам откажут что дальше на самом деле если вы не сделаете главные вещи действительно не организовывать будет людей не призывать на митинги и на эти митинги сами не выйдете сами не выйдете то перемен никаких не будет то есть в очередной раз как в сентябре в октябре все заглохнет я знаю что мне пишут многие люди как же так они же еще в сентябре и октябре заявляли что организует митинги будет выводить людей а сейчас что сейчас может быть скорее всего то же самое то есть фактически вы будете обманывать ожидание людей что вот вы вышли бы этого недовольны вот вы подадите уведомление на митинг что дальше в этой связи я хотел бы сказать что если те люди которые недовольны итогами выборов не объединятся не организует людей на митинге вы видели в израиле вышли сотни тысяч людей они добились что законы которые продвигала правительство были отменены вы видели в грузии когда правительство нынешняя власть пыталась ввести закон об иностранных агентах так называемый два дня протеста и эти законы были отменены вот уже вам два прецедента в париже и во франции те же самые процессы происходят когда макрон принял закон о введении пенсионной реформы и здесь миллион людей не согласны здесь идет мощнейшая борьба без борьбы ни демократической не авторитарной стране ничего не изменить никакие ожидания просто говорит что мы недовольны это не борьба просто подать уведомление на митинг при этом не выйти на митинг это не борьба